привет друзья с вами лада вы мне очень часто в последнее время задаете вопросы по плетению из газет из газетных трубочек ответы на эти вопросы можно найти но они как-то все разбросаны по разным видео что конечно неудобно поэтому я решила все это систематизировать и ответить на ваши вопросы в одном видео обязательно заглядывайте в описании под видео там я оставляю для вашего удобства план видео по минутам то есть на каком временном отрезке видео я на какой вопрос отвечаю чтобы вам легче было ориентироваться но если вам это видео интересно я приглашаю вас к просмотру и поехали кручу я трубочки из чистой газетной бумаги и и еще называют потребительской я покупаю такую бумагу в местном интернет-магазине формате а3 плотность 50 грамм кстати в этом видео я очень подробно рассказываю какая бумага подходит для плетения какую бумагу лучше не стоит брать как я уже сказала листы бумаги у меня формата а3 и режу я их по ширине получается длина каждой полоски 29 сантиметров и ширина 8 и 4 сантиметра таким образом я режу полоски без остатка по длине на сегодняшний день я кручу трубочки на спицу 1 и 3 миллиметра мне очень нравятся такие трубочки они получаются и неполые и не слишком плотные такая золотая серединка для меня но иногда в очень редких случаях я использую спицы других диаметров например спицу полтора миллиметра беру для нее ширину полоски точно такую же 8 с половиной сантиметров или 9 сантиметров иногда еще есть у меня вот такая спица 1 миллиметр кстати из чего я ее делала вы можете посмотреть вот в этом видео на такую спицу трубочки получаются очень-очень плотные, очень хорошие для загибок. Я для нее использую ширину полоски 7 сантиметров. Итак, порядок подготовки трубочек у меня следующий. После того, как я из бумаги накрутила трубочки, я их покрасила. Это может быть водная морилка, колеровочный раствор. Позже об этом подробнее расскажу. Также можете посмотреть этот плейлист, там подробное видео по покраске трубочек. Потом я эти окрашенные трубочки обработала пропиткой. В этом видео я показываю подробный процесс обрабатывания трубочек пропиткой. Убираю трубочки в пакет. Я могу из этих трубочек сразу же начать плести, либо я эти трубочки убираю в морозилку, и там они у меня находятся до того момента, как я решаю что-нибудь из них сплести. Очень частый вопрос, как у меня получаются такие эластичные трубочки для плетения? Как я уже сказала, я трубочки обрабатываю пропиткой, иногда даже два раза, и таким образом они получаются очень гибкие, пластичные, пластилиновые, такой эффект кожаных трубочек. Я использую для обработки пропитку дюфа немецкого производства. Эта пропитка имеет много разных оттенков, я пробовала лишь некоторые из них, но на очереди попробуйте другие оттенки этого продукта. Этой пропиткой я могу обрабатывать и неокрашенные трубочки, а только что накрученные из бумаги. Просто для этой цели я беру оттеночную пропитку, например, оттенок дуб очень хорошо смотрится на неокрашенных трубочках, или оттенок сосна или другие. Да, в описании я обязательно оставляю ссылку на видео, где я подробно показываю процесс обработки. Также в морозилке я храню и свежие накрученные трубочки, неокрашенные. Там же у меня хранятся и просто окрашенные трубочки, необработанные. Морозилка отличный способ хранения таких трубочек в целостности и без образования плесени и грибков. Итак, я беру обработанные трубочки. Если их достала из холодильника, из морозилки, то я просто даю им полчасика полежать, чтобы они немного отошли, отлежались при комнатной температуре. Из этих трубочек я плету изделие. После того, как изделие сплетено, если это необходимо, то я его грунтую. Чуть позже расскажу про грунтовку, как я это делаю. А потом уже после грунтовки лакирую. Если мне необходимо нанести патину, то в большинстве случаев наношу патину уже после лакировки. И далее еще раз лакирую изделие. В очень редких случаях я могу плести сразу из неокрашенных обработанных трубочек, потом уже изделие покрасить и покрыть лаком. Но сейчас я это делаю все реже и реже. Практически никогда. Для покраски трубочек я использую разные материалы, но самый мой любимый вариант это водная морилка. Она практически не имеет запаха. Это огромный плюс для меня. Имеет разные приятные древесные оттенки и при их смешивании можно получить и другие цвета. Ее иногда разбавляю водой, чтобы получить менее насыщенный оттенок. Для белых трубочек использую краску акриловую белую или эмаль белую для радиаторов. Даже эмаль предпочтительнее сейчас. В одном видео показывала, как крашу трубочки в белый цвет. Обязательно ссылку оставлю в описании. Для интересных цветов, которых нет в морилках, например, зеленый, голубой, ярко-красный или ярко-желтый-фиолетовый использую колера. Самый мой любимый колер это полиш и гол иногда, а вот другие дают неравномерный окрас. Но я их тоже использую, потому что иногда в некоторых изделиях это даже интересно смотрится. Обязательно в описании я оставлю ссылку на плейлист по окрашиванию трубочек в разные цвета, так что заглядывайте туда, кому нужно. Грунтую я обычно те изделия или те части изделия, которые хочу, чтобы они были жесткими. Например, мы плели этот кофейный чайный домик. Здесь эти две части оказались слишком гибкие, поэтому я их и прогрунтую, чтобы сделать их жесткими. Для грунтовки я беру вот такой клей момент столяр ПВА, разбавляю его с водой пропорциях один к одному. У меня в запасе еще вот такая кисточка, у нее плотная и не слишком жесткая щетина. Так как здесь трубочки в изделии у меня обработаны, то они изначально плохо впитывают в себя какую-либо влагу или раствор или саму грунтовку. Поэтому я сначала кисточкой наношу грунтовку. Видите, она не слишком впитывается внутрь трубочек, но это ничего страшного, это лишь поначалу. А теперь этой кисточкой делают такие втирающие движения и щетиной кисти помогает раствору проникнуть внутрь трубочек. Постепенно грунтовка действительно проникает внутрь плетения, внутрь трубочек и ее становится уже не видно на поверхности. Если наносить эту грунтовку аккуратно и без особых излишков, то она не забивает плетение, она достаточно хорошо впитывается. Единственное, надо быть аккуратным. Некоторые клеи ПВА желтеют со временем на изделиях. Так что если у вас изделие светлое или белое, то имейте это в виду. В этом случае вместо такой грунтовки можно использовать грунтовку в виде разбавленного лака с водой в пропорциях один к одному. Но здесь тоже помните, что грунтовка лаком с водой не дает сильной жесткости изделию. Хочу добавить следующее, что какую-либо другую грунтовку, строительную акриловую, в своей работе я не использую. В работе я использую лак-текс для саун, полу-глянцевый. Он очень хорошо подходит для покрытия любых плетеных изделий. Также выдерживает высокие температуры и подставки под горячее я тоже покрываю именно им. Он достаточно густой по своей основе, но его с водой я не развожу. У меня кисть жесткая щетина и я вот такими небольшими порциями наношу лак на кисть и лакирую изделие. Я не допускаю нанесения излишков лака. Если есть излишки, я кисточкой их снимаю. Кстати, эту ажурную тарелочку мы с вами плели в одном видео. Ссылку обязательно на это видео оставляю в описании. Здесь такой момент. Даже если в красящий раствор я добавляла лак, все равно на финише лакирую изделие. Многие лаки на акриловой водной основе имеют молочный оттенок, но при высыхании они становятся прозрачными. Имейте ввиду, что некоторые лаки при высыхании немного желтеют. Особенно это касается паркетных лаков. Будьте с ними осторожны и выбирайте тот лак, который по качеству более-менее хорош и средний по ценовым соотношениям. Не берите слишком дешевые лаки, так как они зачастую липнут, не защищают от влаги и механических повреждений хорошо или имеют какие-либо другие неприятные последствия. Теперь поговорим о потине. Для потины я использую белую акриловую краску и белую эмаль для радиаторов. Акриловая краска она дороже, чем эмаль и использую, поэтому я ее очень-очень редко. У эмали есть огромный плюс, она более укрывистая, чем художественная акриловая краска, поэтому я использую чаще всего ее. Для нанесения потины использую обычную губку для мытья посуды. Наношу совсем немного краски на нее, если получились излишки, то обязательно нужно их удалить. Вот такими похлопывающими движениями по листу бумаги я удаляю лишнюю краску с губки. Краски не должно быть сильно много на губке. Первый способ нанесения потины делаю вот такие растирающие движения на самом плетении. Если хотите, чтобы потина была яркой, то наносите ее по лакированной поверхности. Если потинируете не залакированные изделия, то имейте ввиду, что немного краска все-таки впитывается в трубочки и потина становится чуть бледнее. Вот такими движениями наносим потину. Этот способ хорош для состаривания изделия. Теперь покажу второй способ нанесения потины. Точно так же наношу на губку немного краски, смахиваю излишки на бумагу. И второй способ заключается в том, что я слегка прихлопываю губку по плетенной поверхности. Таким образом создается эффект снежка. Я этот эффект использую для новогодних игрушек или изделий, чтобы показать, что на поверхности есть небольшой легкий снежок. От того, какую силу вы применяете при нажимании на губку, зависит и интенсивность вашей потины. Какой способ при нанесении потины выбираю, зависит, конечно, от самого изделия. Для новогодних изделий я использую второй вид потины. Для того, чтобы как-то состарить изделие, сделать нечто подобное винтажу, я использую первый вариант. Для потины можно использовать и не только белую краску, но также и другие оттенки акриловых красок, например, медь, серебро, золото. Получается очень интересно. В своей работе я использую леску для триммера. Покупаю ее в строительном магазине. Она продается вот в таких упаковках по 15 метров. По моим расчетам, у меня трубочка длиной 30 сантиметров и хватает такой упаковки на 50 трубочек. Диаметр лески беру точно такой же, как и спицы, на которую кручу трубочку. То есть, у меня спица 1,3 миллиметра и диаметр лески также 1,3 миллиметра. Порядок подготовки трубочек с леской следующий. Сначала я кручу трубочки, потом я в них вставляю леску, потом их крашу и обрабатываю. И потом уже я начинаю из них плести загибки. В описании я обязательно оставляю ссылку на плейлист, где собраны видео по загибкам из трубочек с леской. Ну и последний часто задаваемый вопрос, как рассчитать стоимость плетеного изделия, непосредственно как я это делаю. На своем сайте ladalegay.ru я написала подробнейшую статью на эту тему, так что приглашаю вас ознакомиться с ней. Ссылку обязательно на эту статью и на сайт я оставляю в описании. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео подробнейшим образом ответила на многочисленные ваши вопросы. Если у вас остались какие-то еще вопросы, обязательно пишите мне в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Какие-то есть пожелания или может быть замечания, тоже пишите в комментариях, не стесняйтесь. Очень буду рада, если видео пригодится. Обязательно делитесь видео с друзьями, с теми, кто начинает плести из газет, или кто только знакомится с этим видом рукоделия. Я очень надеюсь, что и это видео им тоже пригодится. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, легкого плетения вам, дорогие друзья. Мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!